Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Люберец Владимиром Ружицким. В ходе встречи собеседники обсудили итоги работы органов местного самоуправления в 2017 году и планы на предстоящий период. Люберецкий городской округ у нас густонаселенный, с огромным количеством программ, которые мы реализуем. И детские сады, и школы мы открываем каждый год. В этом году приступаем к проектированию, работам по Октябрьскому проспекту, Зенинское шоссе. Большие программы реализуются у вас в городе. Доложите, пожалуйста. В свою очередь, в ходе встречи с главой региона Владимир Ружицкий отметил, что самые болевые точки в округе – это транспорт и дороги. Чтобы решить эти проблемы, ведется большая работа по реконструкции моста через Пехорку. Осенью начнется расширение Зенинского шоссе. Глобальная реконструкция ждет и главную дорогу города. Октябрьский проспект – это центральная дорога, вроде называется самая загруженная, потому что так сложилось и расширить сложно. Тем не менее, мы вошли в пилотный проект Московской области, за что вам огромное спасибо. И сегодня, по сути, завершается проектирование этой дороги. Будет порядка семи подземных переходов. Кроме этого, от Вичного огня и до кинотеатра «Октябрь» пройдет эстакада, которая позволит разгрузить трафик. А постоянную пробку на трассе «Урал-5» решено убрать об одной новой трассой вокруг поселка «Октябрьский». Также Владимир Ружицкий доложил Андрею Воробьеву о ходе реализации мероприятий по ликвидации очередей в детские сады. К счастью, тоже по вашей программе, очередников детской сады от трех и выше нет. Это мы уже на протяжении последних двух лет эту тему решили. Но мы ежегодно сдаем детских садов 3-5 детских садов. Каждый год? Каждый год. В этом году мы планируем сдать 5 садов. Кроме этого, власти планируют открыть ясельные группы. Также идут мероприятия по ликвидации вторых смен в Люберецких школах. К примеру, в 2018 году откроется новая школа на 1100 мест в микрорайоне Красная Горка. До 2020 года сделают пристройки еще к трем учреждениям. На встрече также рассмотрели вопросы, связанные с благоустройством общественного пространства. В прошлом году приступили и реконструировали, это первая очередь, центрального парка. Мы поставили даже, может быть, чрезмерно много лавочек, скамеек в парке. И я даже думал, может быть, их проредить. А вот посмотрел, 1 мая, 9 мая, все занято. И у нас сейчас будет вторая очередь. Это и дорожки, и мы планируем белую дорожку, это освещение. Стоит отметить, что в текущем году в рамках реализации всероссийского проекта «Комфортная городская среда» в Люберцах прошло голосование. Большая часть жителей отдала предпочтение за продолжение работ по благоустройству в центральном парке. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет, меня зовут Александра Томей, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.